Аберег от вирусов и теперь уже даже неотъемлемая часть гардероба. Медицинские маски в этом сезоне в тренде. И это без иронии. На подиумах и страницах глянцевых журналов модели в масках. В них же, наверное, треть столицы. Черные, белые, цветные, с черепами или национальной символикой. Вариации масса. И теперь это даже красиво. Но суть ведь в защите. Если вы простужены или ухаживаете за тем, кто заболел, маска очень даже к месту. Риск заболеть самому или заразить остальных гораздо ниже. Но вот беда. 90% людей носят маски неправильно и не защищают себя. Ну разве что окружающим спокойнее. Хотя можно заметить обратное. Мол, если в маске, значит он болен. И кто его знает чем? Обойду-ка я заразного стороной. Для тех, кто все же понимает, что сейчас не время для шуток, объясним. Если носите, то делайте это правильно. Вот одноразовая маска. Сначала тщательно моем руки 20 секунд. С мылом. А дальше берем эластичные петельки, заводим за уши. А пластиковую пластину аккуратно загибаем под форму носа. Вот так правильно. Маска темной стороной прикладывается к лицу, светлой стороной – наружу. Светлая сторона – водоотталкивающая, с темной стороны – водовпитывающая. Когда мы говорим, когда мы чихаем, когда у нас слюна выделяется, и выделяются микроорганизмы. Поэтому, когда мы закрываем лицо маской, то при контакте с друг другом мы, конечно, защищаем и себя, и своего партнера. Снимаем, не касаясь самой маски. Вот так. Затем лучше выбросить. И сразу же моем руки. Или обрабатываем антисептиком. Маску носим не более двух часов. Дальше она бесполезна. Но по степени защиты все же выигрывают респираторы. Любой из них на 30% эффективнее любой маски. Кстати, респиратор больше защищает вас. А вот маска помогает защитить окружающих. Главный вопрос – так носить или нет? Каждый решает сам. Но помните, что сейчас вы отвечаете не только за себя. В зоне риска самое дорогое – родные люди. Может, у вас и нет симптомов, но вы можете быть переносчиком. К чему риск? Если есть возможность, давайте делать. Ведь если ничего не делать, лучше не станет. Мы увидимся завтра. Не болейте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!